Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. Так, из героев я выбрал Гравла, вы мне посоветовали, я его попробовал, немножко подраскачал, сейчас у него седьмой уровень. Довольно неплохой живучий перс и неплохие у него атаки, ну что ж, будем играть за него. Так, и у нас с вами логово Бересада. Мы несколько дней пробирались через этот каменный лабиринт, не обнаруживая никаких следов врага до сих пор. Наши следопыты обнаружили вражеский след, но чем глубже мы продвигаемся, тем жарче становится. Древние знаки на стенах говорят о том, что мы идем прямо в чертоге Бересада, и если легенды не врут, нас ждет еще более теплый прием. Хорошо, давайте посмотрим. Этот уровень я, когда играл на андроиде, мне показался жестким. Этот Бересад будет нам всячески мешать. Так, тут у нас ящер-опустошитель, ящер-гвардеец, ящер-гвардеец. Так, что мы будем с вами делать? У нас две дорожки, да? Эту должен защищать и вот эту. Вот так вот. Хм, с чего начнем-то тогда с вами? Я не знаю, может быть, с лучников? Давай попробуем, наверное, с лучников. Здесь по любасику нам нужно поставить защиту хоть какую-то, элементарную даже. Чтобы, если что, сдерживать врага. Так, прокачиваем маленечко лучников, и я думаю, что вот сюда бомбарду. Вот так. Можно, в принципе, немножко магов поставить. Так, и прокачать. Слегансушки. Ну что, друзья, давайте, поехали, будем смотреть. Как у нас тут гравл будет справляться с этим делом. Так, ладно тебе. Че вы вот с этого-то сразу начинаете? Ха-ха-ха. Так, ладно, давай прокачаем, наверное, еще башню себе. Нам нужно много стрелков, потому что здесь наверняка будут летающие юниты. Вау, валун в лобешник запульнул. Молодец. Красава, гравл. Слушай, смотри, какой живучий, а. Ты посмотри, какой живучий. 150 монет мне нужно, чтобы... Так, секунду, мне это совсем не нравится. Давай-давай-давай. Вот эта вот массовая атака мне нравится у гравла, когда он бьет по земле кулаками. И мало того, что оглушает врагов, так еще и наносит урон. Гравл, ну что ты стоишь, любуешься? Мой маленький хламон там дерется, а он стоит. Так, ящер-гвардеец и тут то же самое. 20 штук, ребята, пойдет сейчас на нас. Так что давайте быстренько, наверное, улучшать. Насколько это возможно. 240. Да, кстати, пора бы, наверное, нам поставить сюда метателей топоров. Только вот с какой стороны? Кто мне скажет, куда лучше, а, влепить? Я, наверное, сюда вот поставлю. Здесь будет метатель топоров, а здесь уже будет форт арбалетчиков. Я, наверное, так сделаю. Но магов тоже нужно улучшать. Этот спид пока еще хламон, но он потом проснется. Смотри, какой гравл крутой, а. Отлично бомбит. Неплохая физуха у него. Бомбарду тоже нужно прокачать, потому что мы будем здесь тогда поджигать землю. И враги будут здесь как раз получать максимальный урон. Так, ну что, следующая волна. Ящер-штурмовик и гвардеец. 16. Так, что это у нас тут? Эти огромные рептилии используют загадочное оружие, чтобы уничтожать все на своем пути. Дальняя атака убивает мгновенно и высокое сопротивление магии. А у меня здесь как раз башня стоит. Ёпарс, это... Высокое сопротивление. Соответственно, нам нужно прокачивать с вами форт как можно быстрее. Главное успеть. 230 нужно нам монет. Слушай, зато бомбарда его неплохо бомбила. Видел, да? Так, еще тут двое вылезло. Тут надо прокачать нам, наверное, не рассеивать, а ослаблять врагов. Да, я думаю, вот это нужно будет прокачать. Ну, давай быстрее. Так, ну если что, у меня есть камнепад. Так, Гравл, отойди. Видишь, по тебе там бомбит этот охламон. Давай, 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 расстреливайте его. Нормуль. Ты куда побежал, парень? Ничего себе. Решил он тут по скорости пробежаться. Так, форт арбалетчиков. Отлично. И, кстати, надо будет прокачать сразу же заградительный огонь. Это довольно быстрая и смертоносная атака. Вот так. Ящер-штурмовик. И тут опустошители еще. Ух. Ладно. Пока этот спит, нам нужно воспользоваться моментом. Тут какой анчивочки нет нигде? Нету. Ну, надеюсь, сейчас арбалетчики будут вжаривать. Да, смотри, как неплохо они разбирают. Один залп почти все здоровье отобрал. Так, 400 монет нам нужно для того, чтобы прокачать нашу бомбарду. Так, бомбарду. О, а дракончик-то, ребят, проснулся. Сейчас будет нам вот так вот мешать. Естественно, эти башни не работают, когда вот они находятся в таком вот огне. И это плохо, на самом деле. Давай вот так вот сделаем. Ослабим противников. Так, и, наверное, я думаю, что надо сюда поставить еще лучника. Так, 400 монет копим, короче. Все, я буду прокачивать, ребят, с вами нашу буровую платформу. Без нее будет здесь плохо нам. Кстати, противник-то... Ёлки-палки, я забыл, ребята, что здесь будет противник ползти. Твою же налево. Че делаем? Я, честно говоря, даже не знаю, че делаем. Меня это не спасет, по сути. Вот это я лопухнулся. Пум, камнем бросил. Ну что, я могу только вот так вот, наверное, попытаться противостоять им. Они сейчас на все стороны побегут. Давай-давай, гравл, не пропускай никого здесь. Если что, придется применять нам с вами камнепад. Метеоритный удар. Да-да-да-да-да-да. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Ладно, здесь, я думаю, что расстреляем. Здесь тоже прокачиваем быстренько наших лукарей. Ох ты, посмотри, какая волна идет. Ну с этим и разберемся. Ладно, а вот тут вот что происходит? Маги. Нам нужны маги. И форт. Без форта я тоже никуда не пойду. Так, отойди, гравл. Пускай тут разберутся они сами. Отлично, хорошо. Ну что, ох, летающие, да? И тут, и тут. Ну давай посмотрим, смогу ли я тут их сдержать. Так, это у нас виверны. Так, мага прокачаем. Пускай бомбит. Да, по крайней мере, с одного удара он их уничтожает. Метатели топоров нам помогают. Гравл, кстати, бесполезен против них. Он ничего им не сделает. Ну, наверное, нам ничего и не надо будет. Так, форт арбалетчиков прокачиваем. 250 монет для того, чтобы нам заградительный огонь выучить. Я раньше думал, что, ребята, вот это будет у нас боссом. Но нет, он просто будет нам мешать. В конце, на последней волне, ничего не произойдет. Так, ладно. Это потом. Сейчас нам нужно башню архимага. Или же башню некроманта здесь поставить. Как думаете, что лучше? Я думаю, наверное, башня архимага. Вот в данный момент, наверное, все-таки она здесь нам понадобится. Так, ящер диверс... Ох, сейчас начнется. Это у нас телепортаторы, по-моему, да? Да, это именно они. Секунду. Сдерживаем их как можно дольше. Есть что-нибудь делать? Охламоны, а? Телепортируются. Давай-ка, наверное, здесь... Так, вот, вот, это что у нас? Ящер-убийца. Редкий вид ящера способный телепортироваться. Получив урон, телепортируется. Высокая скорость. Да-да-да, я вот именно про них и говорил. Все, хотел бомбарду прокачать, да, буровую установку. И все, никак руки до нее не дойдут. Ну! Эй! Давай-ка форт поставим сюда. Ну! Смогут они справиться? Тихо, 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 роднули. Не так быстро. Ты посмотри, что делает. Фух! Пока сдерживаем. Так, а эти у нас что? А эти у нас становятся невидимыми, да? Или что они? Точно. Твою же налево. Так, ну, я не знаю, что делать. Давай вот так попробуем. Нам нужно сдерживать их. Не пропускать. Еще трое тут, да? Ахламонов. Заградительный огонь в обязательном порядке. Так, ну, подбили. Диверсанты, убийцы. И здесь то же самое. Двести, триста, четыре монеты, а мне нужно четыре. Ой, они еще и здесь поднимаются. Вот это нежданчик для меня. Я тебе серьезно говорю. Давай вот так вот сделаем. Все-таки я поставлю некромантов. Чтобы здесь у нас были везде скелетики. Они хоть как-то будут задерживать противников, и наши башни будут по ним бомбить. Так, 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 так. Не дошел. Хе-хей. Если что, ребята, будем с вами камнепад устраивать. Так, ну что, пока неплохо скелетики есть. Они будут хоть как-то задерживаться. Они ватные сами по себе. Но нам-то главное, чтобы их задержать. Эй. Давай вот так вот сделаем с вами. Тамплиеров здесь поставим. Твою ж налево, неужели нам... Нет, не прошел никто. Что я хотел? Я хотел накопить четыреста монет, чтобы здесь сделать буровую установку. Нам осталось совсем чуть-чуть. Они все невидимые. Эй. Все проходят. В наглую причем. Ха-ха. Башни бомбят по ним. Отлично. И вот она буровая установка. Диверсанты, штурмовики. Понятно. Давай попробуем сдержать. Главное, чтобы этот ящер не проснулся, да, и не полетел. Ящер. Да это целый дракон, е-мое, а не ящер. Триста монет нужно для того, чтобы мы могли с вами силу горнила изучить. Она тоже нам нужна. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты понял, что он сделал? В данный момент мы оставились без башни некромантов, да, и без буровой установки. Ну это ладно, пока. Пока на время. Воу-воу. Чекамбэк. И все, поехали. Интересно, здесь будут чуваки с плетками? Такие довольно мощные чувачки, да? Так, 250. Он сейчас... Ха, здесь у меня ничего и не было. Лох, лопух, елки-палки. Давай-ка мы, наверное, с тобой вот сюда что-нибудь поставим. Нет, не хочу я сюда ставить. Я лучше вот прокачаю этих пацанов моих. Вот, тамплиеры. Буровая установка. Может быть нам колокольный бур? Колонковый, точнее. Колокольный бур, е-мое. Ну, очень дорого стоит. Так что я, наверное, все-таки буду ставить магов. Ну, давайте-давайте, уничтожайте. Кстати, нам нужно всадника смерти призвать. Он усиляет вот этих вот наших скелетиков. Не очень, конечно, сильно, но тем не менее. Давай. Пускай стоит. Тоже, как и боевая единица, будет сдерживать противников. Так, тут бомбит. Конечно, гравл, давай. Че ты у меня стоишь? Иди, принимай участие в боях. Тебе нужно расти, повышать уровень. В конце-то концов. Давай, давай, выдвигайся сюда. Разберись-ка с ними. Так, давай-ка попробуем, наверное, еще вот это вот, ребята. Хоть магов пока нету, но... Я думаю, лишним не будет, да? Так, этот маг у меня не прокачан. Опа, лишились. Метатели топоров и... Форта арбалетчиков. Ну, давай быстрее, быстрее слази, огонь. Е-мое, во. Хорошо. Но через этого паренька тяжело пройти, если честно. Он довольно мощный. Поэтому он может... Один на один он сдерживает противников на ура. А вот когда много врагов, он просто не успевает. Не справляется. Так, давай-ка, наверное, мы здесь тоже выучим. Заградительный огонь. Так же, как и вот тут. Слушай, я боюсь, что на последних волнах пойдут со всех щелей враги. И отсюда, наверное, и отсюда. Так что нам нужно подготовиться к этому делу. Ну. Нормуль. Так, летающие юниты. Кто тут у нас? Кетцали. Исполинский летающий ящер. Ведущий в бой стаи виверн. Так, высокая скорость летает и создает виверн. Создает? Ага, ты понял? И сбрасывает какие-то коконы, да? И из них получаются вот эти вот маленькие виверны. Но, тем не менее, все на изи. Так, здесь мы с вами, наверное, поставим башню архимагов. Так, темне... Затмевает солнце. Выпустите 10 тысяч болтов с помощью арбалитчиков. 10 тысяч болтов. Нехило, да? Постреляли, так сказать. Ну, вот я обожаю. Когда вот такие вот ватные враги летят, с которыми мы просто на изи справляемся. Жалко, конечно, что из них не получаются скелетики. Так бы у меня тут целая армия уже была бы. Все, что ли? Ящер-чародей. Это кто такой? Я что-то не помню. Могучие чародеи, призывающие на поле боя целые полчища ящеров. Дальняя атака, низкая скорость призывает ящеров. Спасибо тебе большое. Ё-моё, это что-то типа некроманта, да? Что-то типа некроманта. Он сейчас тут начнет и веселится. Так. Ну-ну-ну-ну. У него что, высокая сопротивляемость магии, что ли? Я не могу понять. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Смотри, ребят, что происходит? Ах ты, дракоша, а! Взял мне всю малину и испортил. Давай-давай-давай, гравл бомби! Так. Давай вот сюда вот башню поставим архимагов. Справляемся? Нет! Ребят, кто-то здесь у нас просочился все-таки. Ну, тамплиеры, что стоите? Лыбитесь. Ох, как тут, ребята, все плохо. Ты посмотри, что происходит. Да ну! Хорош! Что тут происходит? Это всего лишь 12-ая волна. Почему так жестко-то все? Не-не-не-не-не-не-не. Я не должен позволить никому тут пройти. Я не имею на это права. Хух! Сдержал вроде бы. Давай вот так вот прокачаем. Сюда. Вот сюда вот мы, наверное, поставим... Нет, не буду я некромат. Так же сделаем архимагов. Твою ж налево. Тамплиеры, выдерживайте, пожалуйста, натиск. Я вас умоляю. Мне больше ничего не остается сделать, как уповать на вашу силу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Отлично! Шикарно! Так, тут я прокачаю всех вот этих вот ребятулик. Здесь усилим нашего всадника смерти. Чародей и разрушители. Да чтоб тебе! Сколько вас тут будет ползти-то в конце-то концов, а? А я вам говорил, что они отсюда попрут. И отсюда. Сейчас тут будет заваруха. А он еще берет и поджигает мои башни. И они, естественно, ребят, перестают... Ты смотри, что происходит. Эй, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Не достану-то он пока... Все, ребят, один прошел у нас. Упырь мелкий! А ты посмотри, что сделал. Это плохо, на самом деле. А, кстати, не один прошел, а, по-моему, два. У нас 18 сердечков всего лишь осталось. Как так? Как такое могло получиться? Друзья мои, я не понял. Ты посмотри. Вот из-за них мы можем проиграть. Смотри, что делает. В инвизе проходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, еще и вот этот охламон мощный здесь. Вышел с плеткой. Вот про него я, ребят, говорил. Так, это 13-я волна. Слушай-ка, нам нужно как-то здесь с вами... Я не знаю, усиляться, укрепляться, что-то делать. Иначе нас тут разберут. Даже глазом не моргнут. Мы и так уже с вами идем на две звезды. А, мне нужно три звездочки. Может быть, я зря ставлю магические башни? Может быть, надо было бы все-таки... Форт арбалетчиков выставить? Он как-то лучше бомбит. Ладно. Опустошители, разрушители. В общем, сейчас побежит на нас элита. Я думаю, в чем проблема? Вот в этих проблема, упырях. Опа, ты понял? Они здесь сразу в невидимость уходят. Некроманты, давайте, появляйтесь. Ну? Давай, 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 родные мои. Подбивайте их. Ох, ёк, клон. Ты посмотри, что происходит, ребят. Как вовремя я тебе скажу. Браток, ты это все сделал сейчас? Нет, 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 нет. Гравл. Бегом сюда. Просто бегом. Иначе не пройдут. Вон, уже один охламом проходит, ребят. Давай попробуем сдержать. Гравл, успей. Да эти как ты медленно идешь. Нет, ребят, проходит. Все-таки этот упырь один прошел. 17 сердечков. То есть уже 3 звезды нам не светит. Да? Это я так понял. Вот так вот. Не было, как говорится, печали. И мы тут, наверное, проиграли. Но в любом случае, ребят, я все равно этот уровень буду проходить на 3 звезды. Даже если у нас не получится. Перепройду. Может быть, конечно, не при вас. Сам для себя. Но, тем не менее. Все у меня будет тип-топ. Фух. Ну что, ожидаем следующую волну. Со всех, со всех щелей сейчас попрут противники. Нам нужно противостоять. Вот этой всей армаде. Ну вот как тут, ребят, не злиться, а? Если они в инвизии идут. Ну как тут не злиться? Не пойму. Что там у нас? Некрополь. Командуйте 20 скелетами и миньонами одновременно. Давай так попробуем. Хоть кого-то завалим. Фух. Если бы они мне вот эти вот башни, ребята, вот этот дракон, не отключал, все было бы хорошо. Ты посмотри, это вот этот вот чувачок высылает тут армады. Ты посмотри, что тут творится. Эй. У меня нет удара. Мне бы здесь не помешал бы, ребят, метеоритный удар, но его нету. Давай прокачаем, наверное. Я не могу, она отключена. Давай колонковый бур. Все, что есть, все, что можем, нам нужно прокачивать. Опять эти в невидимости идут сюда, да? Твою же налево. Жесть какая-то тут творится. Просто жесть. Так, тут прокачано. Мне, знаешь, что? Мне бесит то, что мы с вами не получим три звезды здесь. А все вот из-за этих вот чародеев. Получи 45 звезд. Суперзвезда. Спасибо большое. Так. Получили с вами два достижения. Две звезды! Да где-то видно на так, а? Да, ребята, уровень сложности дает о себе знать. Так, ну что, особую атаку прокачаем, наверное, да? Или валун? Нет, я, наверное, вот это вот прокачаю ему. Так, а здесь? А здесь мы с вами прокачаем, наверное, честь мундира. Увеличивает радиус установки точки сбора и скорость лечения бойцов. Вот так вот. Замечательно. А это что у нас? Босс? Будет. Походу, дело, да. Хм. Спуск во тьме. У нас почти закончились припасы. Боевой дух опустился ниже некуда, а некоторые солдаты дезертировали. К счастью, мы наткнулись на бригаду гномов-рудокопов, которые забрались слишком глубоко и вынуждены были забракодироваться от ящеров. Они пообещали, что вместе с нами поищут выход из этого проклятого места. Отступление придется отложить, так как нам и нашим новоиспеченным союзникам нужно отразить атаку полчищ ящеров. Все, я прекрасно вас понял. Слушайте, я вспомнил этот уровень. Черт подери, он тоже довольно противный в плане того, что у нас будет здесь две дорожки. Здесь у нас внизу гномы. На них будут нападать и, как говорится, наша основная, где у нас гравл стоит. Они будут отсюда, по-моему, подниматься здесь и спускаться здесь, насколько я помню. И вот что нам здесь нужно в первую очередь сделать, я уже и не помню. Где-то нужно будет ставить бомбарду. Это я точно знаю. Вот где только. Хм. Вспомнить бы это все, но я не могу. Так, на гномов... Ладно, давай, короче, здесь у нас ящеры-гвардейцы, ящеры-убийцы. Это, соответственно, опять же эти невидимки, да, будут у нас здесь. Давай попробуем, наверное, для начала так сделать. Сюда поставим лучников. Лучников. Так, сюда, может быть... Или вот сюда лучше бомбарду влепить. Давай, наверное, вот здесь вот ее поставим. Так. Гномы, гномы. Так, тут нужно, ребята, им прокачивать тоже эти выстрелы. Чтобы они бомбили получше, почетче. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну что, ребят, пробуем. Поехали. Посмотрим. Не помню я что-то... Так, ага. Телепортаторы. Телепортаторы у нас тут. На, в бубен. Ну. Так, отлично, с этим разобрались. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Куда ты разогнался, малыш? Гравл, подходи. Так, накумарили. Здесь тоже очень много противников идет. Ящеры, да, у нас тут. Хм. Слушай-ка, нам, наверное, без казармата не обойтись. В любом случае не обойтись. Да опять гравл стоит, а, любуется. Давай, давай, наказывай. Ну, вот такая прокачка у нас будет пока бойцов. Следующая волна. Смотрим, кто у нас побежит. Ага. Ай-яй-яй. Совсем меня вот это не радует все, на самом деле. Можем маленечко их здесь подзадержать. Совсем чуть-чуть. Попробуем. У нас все равно нет выбора. Можно вот так, кстати, бомбануть. Твою ж, налево. Мало-мало эффекта. Кстати, а если я вот сюда поставлю топорометатели? Как думаешь, это будет круто? Я думаю, что это будет нормуль. И на ослабление, да, врагов. Точно, вот так мы с вами сделаем. Так, тут пока идут дешевые ящеры. Вот, ребята, ящер-гвардейцы. Как видите, они будут сейчас у нас ползти сверху. Так, хорошо справляется. Гвардеец, тут ящер-штурмовик и опустошители. Твою ж, налево. Успею ли я? Да, успел. И нужно нам еще с вами 250 монет. Вот этого мага нужно прокачать до некроманта. Нам скелеты здесь нужны будут. Ох, елки-ты-палки. Смотри-ка, что тут происходит, ребят. Они снизу поползли, да, и еще вот здесь вот. Твою же маковку, а? Гномы, держитесь, родные мои. Держитесь. Так, давай-ка я, наверное, вот сюда лучше шмальну. Так, бомбарда. Нет, некроманта лучше я поставлю. Ну. Гравл, отойди, по тебе бомбит сзади этот с пушкой. Тут-то выдержат гномы, как думаешь? Давай-ка маленечко прокачаем наших стрелков, гномов. Так, летающие юниты и здесь тоже. Слушай, а у меня только лишь одна башня здесь стоит. Некромантов. Так, нам нужно что-то с вами здесь замутить. Лучников хотя бы так поставим. Поехали. Виверны летят. Ну, здесь хорошо. Здесь две башни у нас, даже три. Даже эти тоже у нас стрелки. А вот здесь намного все хуже, поверь мне. 150 монет нужно для того, чтобы прокачать чуть-чуть нашу башню, да, стрелков. Ну, давайте, 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 родные мои, стреляйте. Денежка нужна. Вот так. Ну, уже лучше. Уже намного лучше пошло дело. А тут все равно как-то успевает пролететь. В чем проблема? Проблема в том, что наши башни очень слабенькие. Вот так вот будет получше. Так, кто дальше у нас идет? Ящерубийца. Ящерубийца. Угу. Ну, давай вызывать, посмотрим. А, это которые телепортируются, да? Все, я понял. Это, ребята, не есть гуд, потому что они сейчас будут очень быстренько телепортироваться. Нам вот сюда нужно, наверное, метателей топоров поставить. А знаешь для чего? Для того, чтобы мы могли... Кстати, вот здесь надо вот тотем духов влепить. Вот так. Мы бросаем тотемы, и они сразу становятся видимыми. Ну, и вот этот слабости тоже, конечно, тотем нужен. Ну, давай 250 монет. Во. Так, а здесь тамплиеры нам нужны. Давай быстренько с вами накопим и попробуем поставить. И бомбарда в конце-то концов. Я ее прокачаю или нет? По-моему, нет. Диверсанты, да? У нас тут опустошители. Кого сейчас только здесь не будет. Вот был бы у меня здесь, ребят, пиратик бы мой, да? У нас бы уже было бы большая часть построек прапана, потому что он у нас довольно неплохо денег зарабатывает. Пират наш, да? А тут не шиша, тут все вот так вот все приходится делать. Подожди-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит у меня-то? Идут. Давай, во, правильно. Два тотема на слабость. Гномы, как говорится, в бой. Ты тоже давай иди в бой. Стоит там, прохлаждается. Придется вжарить. Придется вжарить, друзья мои. Тамплиеры. Вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну. Бумс. Молодец, гном. Бомбит. Вот так мы с вами сделаем. Ты ставь тотем, чтобы магию рассеивать. Господи, нет, башни это не ставят. Ты понял? Она просто не ставит этот свой тотемчик. Так, давай тогда мы с вами призовем, наверное, всадника смерти сюда. 270 монет. 270 монет нужно. Так, гвардейцы, штурмовики. Вызываем. Оу! А как? Как ты просочился, парень? Твою же налево, ребят. Ну какой ты гравл медленный. Пропустили? Пропустили мы с вами. Я даже не понял, как это получилось. Как он умудрился там пройти? Я его даже не видел. Вот серьезно тебе говорю. Так, ладно, гвардейцы идут. Тут тоже не легче. Нам не хватает форта арбалетчиков. Вот что я тебе хочу сказать. Форта арбалетчиков мне очень сильно не хватает. Так что нужно об этом подумать. Смотри, что происходит тут. Смотри, просто какая армада этих врагов идет. Надеюсь, мы здесь с вами справимся. Надеюсь. Но не уверен. Так, 400 монет. Очень много нужно нам накопить. Ну ведь не пройдете же никуда вы, а? Куда вы бежите с нами голову? Так, арбалетчики нам нужны. Ну что, следующую волну, да? Штурмовики там. Всякое отребье. Ох! Гигантская виверна летит. Ладно, мы ее сейчас быстренько разберем. И этих тоже сейчас подщикаем. Ну-ну-ну, ползите, ползите. Вот серьезно говорю, и тот бы, кстати, уровень, где мы с вами на две звезды прошли. Если бы у меня был бы капиташка, наш пират, мы бы тоже прошли бы довольно удачно. Так, что у нас тут? Ничего не двигается с места. Двести-тридц монет. Вот так вот. Нам нужен, ребят, с вами форт арбалетчиков и прокачать заградительный огонь. Так, 250 монет. Ну, отлично. Так, здесь то же самое нужно сделать. То же самое. Так, пытаемся. Совсем немножко осталось нам монеточек. Отлично. Так, а здесь нам нужен тотем слабости и тотем духов. Ну, тотем духов уже есть. Хотя бы на первый уровень прокачанный, да? Тотем слабости. Так, а тут? Тут тоже нужен тотем слабости. Ну, что же. Попробуем сейчас, ребят, все это замутить. Главное, чтобы у нас охватило денег. Так, погоди-ка. Что у нас? Везде, что ли? Ага, вот тут. Кецаль и Виверна. Это сверху. А снизу кто у нас сейчас пойдет? Ага. Снизу у нас идут штурмовики. Опа. Ого. Не только снизу, ребят. Еще и тут поперли. Так, тотем нужно прокачать, мне кажется. Или же... Нет. Давай-ка стрелков. Стрелков и лучников здесь поставим с вами. Так. Конечно, лучше всего прокачивать по полной программе вот этот заградительный огонь. Потому что у них дольше будет выстрелы. Ну и, соответственно, мощнее, ребят. Ускоряются еще. Посмотри на них, а. Они ускоряются. Тотем слабости. Полностью поставим. Потому что они здесь будут слабенькие. Вот в радиусе этого тотема. И мои персонажи смогут их довольно быстро разобрать. А это для нас основное. Ну, как-то у меня все не то, ребята. Очень паршивенькая расстановка. По башням, я тебе скажу. Мне совсем не нравится. Сейчас какая-нибудь посильнее волна на меня побежит. И все. И мы сдуемся с вами. И так он один противник пробежал. Чародеи. Вот тебе, ребята, и дождались. Чародеи. Сейчас будут... Ох, елки ты палки. Я и забыл, что вот здесь такая вот штука будет происходить. Так. Справимся, как думаете? Вот кого мне нужно уничтожать. Чародеи, в первую очередь, друзья мои. Попробуем так вот бомбануть. Не успели подбить. Йоу, парасете. Что тут происходит? Друзья мои, что тут происходит? Йоу, маешечки. Держим, держим строй. Тамплиеры нужны мне. А этот чародей вызывает, да, все? Потихоньку, да, там вызывает. Башня, да ты переключись на него, пожалуйста. Чтобы он перестал вызывать. Тотем свой поставь в конце-то концов. Вот. Но тут идут противники, поэтому все мои башни, естественно, отвлекаются на них. Что мы тут можем сделать? Давай вот так поставим. Давай-давай-давай-давай. О, наказали. Тут тамплиеров поставим на всякий случай. Ну что, следующую волну ждем. Опустошители-разрушители, да? А здесь-то кто? Тоже разрушители пойдут. Да ладно тебе. Прям из-под носа вот так вот берут в наглую вылазью, да? Как у себя дома здесь ходят. Кстати, здесь у меня тотем слабости-то не прокачанный. Хорошо, что тут есть. Смотрите, как мы его быстренько разбираем при тотемах. А так он довольно мощный, поверьте мне. О! Так, опять! Опять этот охламон здесь. Ну, подбили. Нормуль. Потому что он здесь может такую армию наплодить, пока дойдет хотя бы до башни вот этой. Что нам мало не покажется. Так, давай-ка мы-то прокачаем по полной программе нашего всадника смерти. Да и тотемы надо, наверное, нам прокачать. Это, кстати, одиннадцатая волна. Это у нас, друзья, одиннадцатая волна. Ну. Давай-давай-давай, вжаривайте. Кстати, вот сюда нужно нам... Ё-моё, я только сейчас вспомнил, что у меня бомбарда не прокачана. До сих пор еще. Я про нее и забыл совсем. Так, опять этот охламон здесь. Двое их тут. Да, мне нужен как можно быстрее, ребята, удар метеоритный, чтобы их накрыть медным тазом. А получится ли, а? Вот так вот всегда, ребята. Хочешь прокачать башню, а тебе вот тут назло вот такой вот вытворяют. Все против тебя. Башня, бомби по нему. Вот он стоит, родной. Посмотри, какую армию он высылает. И башня почему-то именно начинает... Во! Молодцы. Хоть доперло до них. Здесь у нас диверсанты, убийцы. Ладно, это легкотня, надеюсь. Тут прокачано все. Так, здесь тотем слабости. Докачать, по идее, надо. Смотри, смотри, что делать. А? В невидимость. Ай-яй-яй. Ладно, давай. Как говорится, выкуривать из этой невидимости, чтобы можно было как можно быстрее с ними разобраться. Ага, здесь еще и эти ускорители бегут. Тотемы, тотемы. Естественно, ребят, тотемы. Да ну! Вот так, серьезно, что ли? Зачем я это сделал? Вот кто мне скажет, зачем я вот так вот сейчас сделал? Глупо было с моей стороны. Вот так вот. Надеюсь, это мне как-то поможет. Тут-то что у нас происходит? Ты смотри, видел? Да, ребята? Что, мне голема подбили? Нет, вот он стоит на месте. Голем на месте. Тарамба. Вот тебе сейчас будет тарамба. Так, мага. У меня нету магов. Ты подожди, опять. Ты посмотри, что происходит, ребята. Ну как ты так делаешь? Ну как он... Как мои бойцы пропускают его? Я не пойму этого. Понимаешь? Вот бесит меня вот это вот все. Еще один прошел. Если еще пройдет один, ребята, все. Опять две звезды мы не получим с вами. Бесит аж. Ой. Так. Ну тут пока вроде бы неплохо все, да? Происходит дело. Давай-ка... Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не шутите так. Слишком что-то... Тринадцатая волна. Давай, наверное, вот тут вот прокачаем малость. О! Смотри, сколько врагов-то. Ну вот так вот. Ребята, короля гномов подбили только что, да? Вот он. Резаться начинает. Башню. Срочно, срочно башню ставим. Прокачиваем ее. А тут мы с вами ничего поставить не можем. Только можем прокачать наших вот этих вот, ребята, стрелков. Гном их. Да, вот это вот надо прокачать. Потому что я не хочу, чтобы еще какой-нибудь один охламон здесь пробежал. Понимаешь, в чем дело? Не хочу я этого. Мне нужен этот уровень на три звезды. Давай, давай, давай. Бомбим тут их всех. Налево и направо. Ну, четырнадцатая, да? Сейчас будет волна. Разрушители и разрушители. Ну, с ними сейчас все легко у нас идет. Ураганчик может прокачать. Нужен ли он нам, а? Я думаю, что нет. Я думаю, что он нам не нужен здесь в данный момент. Вот. Силу горнила мы прокачали. Хотя бы на первый уровень. Кого-то вот здесь мне хочется еще, ребята, влепить. Давай поставим, наверное, стрелков. Да? Форт арбалечка. Потому что, мало ли, опять этот чародей. А в конце, я думаю, на последней волне они обязательно здесь побегут. Так что в наших интересах поставить форт. А может быть, надо было лучше метателей топоров сюда поставить? Ладно, что сделано, то сделано. Так, ну. Давай-давай-давай, уничтожаем. Добили. Так, здесь все хорошо. Докачали. Так, нам, наверное, надо, ребят, вот этот вот сокончий прокачать, чтобы наши башни больше видели и сильнее бомбили. Во! Нормулечка. Так. Здесь есть еще местечко, надо его, ребят, задействовать. И задействовать надо, наверное... Да. Сделаем свой метод. Ох, вот сейчас будет жарко. Вот сейчас будет жарко. Сейчас со всех щелей... Кому не лень пойдут? Так, срочно прокачиваем. Кого-то прокачать. Вот так вот хотя бы. Смотри, что происходит. Это последняя волна, поэтому, друзья мои, тут будет сейчас жесткачь. Не прошел никто, потому что здесь были невидимки. Нет, невидимые, которые в инвиз уходят. Так, давай быстренько прокачиваем с тобой. Кого сделать? Давай топоры. Давай. Пускай будут метатели. О-хо-хо-хоу. Завязывайте, друзья мои. Гномы. Нет, тут смотри, что происходит, ребят. Тут обалдеет наплыв какой идет. Давай вот так вот попробуем. Может быть, удастся как-то сдержать здесь. Так, прокачиваем эти взрывчатки. Так, нам нужно прокачать, наверное, броню, да? Гном вайзер какой-то. Что за гном вайзер еще? Я не знаю. По идее, тамплиеры мне не нужны. Ты посмотри, что тут происходит. Вот он, этот пройдоха. Господи, я думаю, в чем проблема? Вот кто высылает сюда на нас армию. Фух. А тут-то что происходит? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай срочно-срочно-срочно прокачивай. Нет, 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 не пройдете. Не должны пройти, ребята. Они не имеют права на это прохождение. Башни, господи. Так, перегрузка. Я вижу, что перегрузка. У меня такая перегрузка сейчас в голове, что... Просто очуметь можно. Ребят, я просто... Я не знаю, это чудо какое-то. На три звезды все-таки мы прошли с вами этот уровень. Фух. Ага, подожди. В телепорте... Ой, в этом врагане у нас был противник. Мы его добили. Фух. Фух. Да. А еще говорят, играя на Эксперте. Ребят, какой нафиг Эксперт? Тут и на таком уровне сложности на бойце сложновато играть. Кто-то нам открылся. И это... Это кто? Ох, ничего себе мне... Что, все, что ли? Ребята, нам открылись все герои. Хе-хе. Шатра. Так, дракон. Ашбайт. Так, Катсу я видел. Данте. Бонхарт. Каз. И Сайтом. Слушай, я даже не знаю, друзья мои, кого нам в следующий раз с вами выбрать. Кого? Этого-то я еще не прокачал по полной программе. Господи. О чем тут еще говорить можно? Слушай, вот это мне напоминает, знаете, кого? Ну, это же это, это же Протос. Из Старкрафта. Хе. Это дракон. Тут еще вот какой дракон есть. Ой, друзья, заманчиво-то как. Ой, как заманчиво на самом деле. Кащей призывает костюмового голема на 20 секунд. Создают 6 разносчиков чумы, заражающих врагов на своем пути и наносящих им до 60 очков урона. Кащей с размаху приземляется на поле боя, нанося 50 очков урона и заражая врагов в зоне поражения. Слушай, ну это же все прикольно. Понимаешь, все очень прикольно, все хочется прокачать, все хочется посмотреть, но очков-то не хватает. Всего лишь шестой уровень. И все герои говорят, да, он-то прикольный. В общем, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой волне закончим этот видосик, да? Обязательно с вами увидимся в следующей серии. А вы мне порекомендуйте, кто вот из этих персонажей вообще имба-имбище. И будем его прокачивать и за него играть. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok